Сегодня мы также будем говорить о кросс-культурных браках. И у нас есть комментарий от нашей соотечественницы, которая живёт уже в Бельгии более 7 лет. Сегодня мы будем готовить бельгийскую закуску. Да, всё верно, во Франции очень много шуток над бельгийцами. Но эти шутки всегда очень добрые. У них нет мистицизма, какого-то волшебства. Они в это уже не верят. И на примере вот такого межкультурного брака, что не обращайте внимания, просто радуйтесь знакомым вниманием. Давайте послушаем рассказ Юлии Аговой, которая уже 7 лет проживает в Бельгии вместе со своим мужем и сыном. Сегодня мы с вами поговорим про Бельгию. Бельгийский шоколад является традиционной ценностью этой страны. Но сегодня он отсутствует на нашем столе. У нас есть только вафли. Сегодня мы также будем говорить о кросс-культурных браках. И у нас есть комментарии от нашей соотечественницы, которая живёт уже в Бельгии более 7 лет. Юлия Агова нам расскажет о том, как она социализировалась, как она вышла замуж, родила ребёнка и продолжает работать замечательным журналистом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите вопросы в своих комментариях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А мы обязательно ответим на все ваши вопросы. С вами я, системный семейный терапевт, психолог, сертифицированный гипнолог Эльвира Емельянчикова. И у нас в гостях спортивный психолог Мария Кирдеева. Здравствуйте! Здравствуйте, Эльвира! Ну что, продолжаем? Продолжаем готовить наш французский аперитив, но в стиле разных стран. Сегодня мы будем готовить бельгийскую закуску из традиционных бельгийских вафель. Это здорово! А правда, что, как мы, русские, подшучиваем над эстонцами, на тему, что они очень медленно разговаривают, точно так же французы шутят над бельгийцами? Да, всё верно. Во Франции очень много шуток над бельгийцами. Они считают, что они немножечко с таким медленным чувством юмора или замедленной реакцией. Но эти шутки всегда очень добрые. Они дружат, они друг друга любят. Но такая нотка, простите меня, стёба, она есть всегда. Хотя и та, и другая страна говорит на французском языке. Да. Итак, что сегодня мы готовим? Я смотрю, уже у нас вафли готовы. Да, мы берём бельгийскую вафлю, несмотря на то, что они сладкие, но, как мы уже говорили, французы очень любят сочетание солёного, сладкого, кислого, горького. Мы делаем закуску из бельгийской вафли. Мы будем их нарезать, опять же, квадратиками, потому что мы делаем канапешечки, такие вот небольшие закусочки. Как интересно, да, сочетание такого вкуса. Я помню, в нашем детстве тоже мы ели сладкие корзиночки и запивали томатным соком. Тоже было очень вкусно, хотя не все это понимали. Такое сочетание. Итак, нарезали. Итак, нам нужно также на такие небольшие квадратики нарезать ветчину. Я поняла, вот так вот примерно, да? Да. И твёрдый сыр. Вот так, наверное, да, получается? Да. Такой же кусочек сыра отрезаем. Да. И также соединяем всё зубочисткой. И вот у нас получается вот такая вот замечательная красота к прохладительным напиткам, к вину, к пиву, к любым напиткам. Мария, правда, что в Европе можно подарить девушке нечётное количество цветов? У меня были клиенты, которые... Девушка пришла и рассказывала. Вот меня это удивило и расстроило, то есть когда мой молодой человек подарил мне 4 розы, да, например. То есть для нас это какое-то траурное событие, да, если чётное число нам дали цветов. А что в Европе? То есть этому не придаёт такое значение или... Ну, вы знаете, Европа – это всё-таки не одна единая страна. Там стран очень много, и они на самом деле всё очень разные. То есть сравнить шведы или португальцы – это несравнимые. Несравнимые вещи, они совершенно разные. Конечно, есть в каждой стране какие-то свои с традицией устои, но действительно, если мы говорим о Европе как о неком таком прогрессивном западном обществе, особенно сейчас, когда молодёжь, они не обращают на вот эти... Не обращают внимания на вот эти... Традиции, да? На какие-то традиции, и я бы даже сказала на какие-то суеверия. Пожив очень долгое время в Европе, я заметила, что наше российское общество, несмотря на то, что оно и технологически стало очень прогрессивным, и в информационных технологиях, где-то мы даже опережаем Европу и Америку, вот этот российский налёт мистицизма, чего-то такого вот или волшебного, или внешнего... Мы придаём значение каким-то мелочам, на которые европейцы не обращают внимания. Да, они не очень сильно мистичны. Конечно, там есть люди, которые верят в какие-то волшебные камни, но их очень мало, и они не обращают... У них нет такого «впустите кошку в новый дом, когда вы переезжаете», или если там... Из таких традиций, да? Да, если там, во-первых, вяжала чёрная кошка, нельзя здесь переходить. У них нет мистицизма, какого-то волшебства, они в это уже не верят. Ну, согласна с вами, я так и сказала своей клиентке, не стоит обижаться, он совершенно не придавал значения никакого, он просто не знал наши традиции, он подарил от чистого сердца, и нужно научиться радоваться тем подаркам, которые есть. Да, если мы говорим про браки, вот тут прям хочу добавить от сердца... Так, так рассказывайте. Что и на примере вот такого межкультурного брака, что не обращайте внимания, просто радуйтесь из знаков внимания. И даже в монокультурных браках, давайте просто научимся радоваться вниманию друг другу и это ценить. Даже если вам сделали подарок или какой-то знак внимания, ну, который вам не нравится как подарок, посмотрите на это со стороны, что человек, он сделал какое-то усилие, а на вас просто подумал. Человек готовился, старался, хотел вас удивить, но не получилось, но хотя бы... Поблагодарите его за это. Спасибо большое, мне нравится твое внимание. Да. Итак, наши бельгийские вафли уже почти готовы, наши канапе из бельгийских вафель. Интересное сочетание, никогда так не пробовала, но я надеюсь, что нам понравится. Такие милые канапешки. Давайте послушаем рассказ Юлии Аговой, которая уже 7 лет проживает в Бельгии вместе со своим мужем и сыном. Юлия прекрасный журналист и она продолжает свою деятельность за границей. Всем добрый день, меня зовут Юля, я почтенная фрау бельгийского муфтины и почтенная мудр полубельгийского ребенка. У мужа моего, слава тебе Господи, легко произносимое имя Питер. Это нам очень сильно повезло, потому что имена здесь есть разные. К примеру, сына моего зовут Руне. И это огромная проблема для моих русских родственников, потому что мой сын, кем только не был, и Руне, и Руне, и Рунямба, и Рунидзе. Теперь он Руник. Окей, пусть будет так. При этом муж не позволил мне назвать сына Захар, потому что сокращенно это Зак, а потому что Зак значит не очень хорошую часть мужского тела здесь, в Бельгии. Есть здесь имена покруче. Например, моего кинезиста зовут Йопи. Окей. Для них тоже некоторые вещи звучат странно. Например, как дела, поскольку слово как означает фекалии, грубо говоря. Поэтому дела идут по-разному. Так вот, уехала я жить в Бельгию и, соответственно, вышла замуж, когда мне было 35 лет. Мужу было 42. Разница такая большая. Но я не очень хорошо вписывалась, скажем так, в ярмарку невест в России. Поскольку я из Краснодарского края родом. Там красавиц много. Вот. Это раз. Во-вторых, здесь отношения к возрасту, к возрастным ограничениям, которые есть для, например, замужества или брака, для рождения первого ребенка, они несколько другие. То есть 35 в России это глубокая старуха, которая ничего не светит. Здесь я самый сок, скажем так. Это было удивительно. Рожала я, когда мне было 38, и это не посчитали... Меня не посчитали старородящей. Это тоже удивительно. Что еще? Здесь немножечко иное распределение гендерных ролей. Ну, или то, как здешние мужчины, в частности, мой муж, об этом думают. Ну, я скажу так, что так или иначе, уклад жизни в России, он больше патриархальный. Здесь я не скажу, что здесь он патриархальный. Но женщина решает. Здесь скорее равенство. Эмансипация, феминизм, это здесь полный рост. Ростов полный. Но бельгийские мужчины, в частности, мой муж, они находят это привлекательным, то, что наши женщины привыкли жить в патриархате. Они предполагают, что, значит, русские женщины более покладистые. И с ними рядом можно себя чувствовать эгегей царем горы. Заблуждение. По крайней мере, в случае со мной Петя очень сильно обломался. Но не суть. Здесь мужчины, скажем так, несколько замордованы. Потому что женщины здесь чуть что качают права. Если их в чем-то ущемляют, они качают права. Причем это касается любой сферы жизни. Это может быть быт, это может быть работа, это могут быть личные отношения, отношения сексуального характера. Тут на Кривой Казе не подъедешь. Я считаю это правильным. Вот. Это что касается гендерных ролей. Далее. Отношение к браку. Здесь никто не парится для того, чтобы срочнисимо заключить брак. Как официально, в смысле, в мэрии, в ЗАГСе в местном, либо же в церкви. Здесь запросто живут вместе, причем по многу лет, и никак это документально не оформляют. Потому что здесь есть такое понятие, как самонгонен. Совместное проживание. И совместно проживающие люди, они имеют столько же прав и ответственности, как и люди, находящиеся в официальном браке. Если вы понимаете, о чем. То есть это то же самое, что брак, просто без бумажки, без свидетельства о браке. Вот. Какие еще различия есть? Ну, это заметно по-первое, когда ты только приезжаешь сюда. Они более спокойные, более уравномешанные. Муж несколько раз отмечал, что я допористая. То есть я качаю права. Например, иду в банк или государственное учреждение, и я качаю права. Я знаю, что если надавить, то результат будет. А если кивать гривой, то результата не будет. И здесь у них так не принято. У них не принято даже сделать замечание, если официант тебе принес блюдо в заляпанной пальцами тарелке. То есть это считается невежливым. Они как-то более ровно к этому относятся. Проще, что ли. Они не качают права, потому что им никогда не надо было это делать. Они их получают естественным путем. Скажем так. Другой момент, что они открытые, но при этом близко к своей частной жизни они не очень подпускают. В чем это выражается? Здесь все здороваются. Любой проезжающий велосипедист тебе скажет «Мадам, здравствуйте». Все соседи улыбаются, приветствуют. Встречные прохожие в магазине вообще не имеют значения. Есть некоторые нюансы с людьми более молодыми. они могут не здороваться, но это как бы это естественно. Но люди старшего возраста, пожилые люди это обязательно тебе скажут «Здрасте». Второе. Здесь очень развито добрососедство. Добрососедство и взаимопомощь. Ну, начиная с того, что на все праздники друг к дружке рассылают открытки. Если на улице рождается ребенок, тебе несут дары. приходят с поздравлениями и так далее. Если в частном маленьком огороде кого-то из соседей что-то выросло и этого выросло много, они непременно поделятся с другими или просто выставят на порог коробку с кабачками с надписью «Гратис», что значит бесплатно и бери кто хочешь. вот это сто процентов. Но при этом никто не ходит просто так друг к другу в гости без предварительной договоренности начальник. если ты собираешься кому-то в гости, то это нужно предупредить заранее, чтобы человек внес это в календарь. Очень многое здесь делается по календарю. Они, блин, шага не ступают, чтобы что-то не записать в календарь. То есть у моей свекрови, например, календарь на весь год. Вот она туда записывает все. Дни рождения, какие-то обязательные встречи, праздники, семейные сходки или просто если что-то она, например, пообещала, вот она записывает все это без агенды, без календаря, без склерозника, они ничего не делают. Все записывается. Если не записано, извиняйте. Вот. Спонтанность здесь, конечно, есть, но она такая лимитированная. И есть вот такой такая фраза, такая поговорка Elke Hörscher Fift Its Kröscher У каждого домика свои крестики, что значит в каждой избушке свои погремушки, грубо говоря. Они этому принципу следуют и как бы не напирают, не лезут. Дальше. Что еще? Они здесь постоянно что-то строят. Есть такая поговорка, что бельгийцы рождаются с кирпичом в животе. Это правда. Мне, как русской женщине, это непонятно, потому что ремонт ремонт или строительство или улучшение например дома, оно может происходить вечно. То есть, это перманентный процесс. Оно никогда не будет закончено. Никогда. Все время что-то будет происходить, что-то переделываться, ты будешь сходить, спотыкаться через строй материалы. Ну вот этот процесс он будет длиться в национальном характере. Непонятно мне. Совершенно. Другая черта, которая есть, к которой приходится привыкать до сих пор, это большинство бельгийцев из разряда better better, что означает всезнайка. То есть, они знают всегда все, и лучше всех. При этом при этом слово эрудиция им незнакомо. Они не понимают, как это быть эрудированным человеком и знать много всего в разных сферах. То есть, у них обычно ты сосредоточен на одной сфередительности и в ней ты совершенствуешься и растешь. А все, что вокруг тебя может совершенно не волновать. А предположим, супруг у меня технарь. Технарь в плане автомобилей. Он знает о них все. Все, просто все. Но при этом человек не знает, что это за книжка такая остров сокровища. Хотя он человек начитанный и так далее. Но это, видимо, разница еще в подходе к образованию. То есть, оно несколько отличается в России, потому что здесь идет четкое разделение. Во-первых, дети с двух с половиной лет, они ходят не в садик, они ходят в школу, она просто Cloiter School, она просто школа для малышей. Вот. Потом они идут в начальную школу и, соответственно, до 12 лет они в ней учатся. А после 12 лет они должны определиться, кто они. Они хотят продолжать образование в направлении академических зданий или искусства, или техники и в соответствии с этим выбрать себе направление и в нем уже двигаться и не распыляться. У нас такого нет. Мне непонятно и я как мама привыкаю. Я как мама привыкаю. Что еще хотелось бы сказать? А, было очень смешно с языками. Бельгия удивительная страна, в том смысле, что здесь три официальных языка. Два из них распространенные. Это голландский и французский. Потому что здесь четко разделены две части страны. Волония, Фландрия. Я живу во Фландрии, говорю на нидерландском. Очень смешной язык. Вот. И есть еще маленькая часть. Там 70 тысяч населения что ли они говорят на немецком. Это немецкая часть. Вот. Но при этом дети с вот такусенького возраста лепечут на английском и все зашибись. Вот. И им этого хватает. Но тем не менее у них очень высокая толерантность к другим языкам. Например можно пойти запросто в школу. Специальная школа здесь есть языковая. Где список вот такие среди которых русский. Мой супруг как better better решил овладеть русским языком. Ну есть в этом необходимость потому что я периодически что-нибудь в сторону могу такое сказать. Ему хотелось бы понимать плохое что-то сказала или хорошее может его там чехвостью. И плюс ребенок у нас говорит на двух языках естественно. Ему бы хотелось знать может мы что-нибудь замышляем с ребенком против папой. Вот. Он пошел учить русский язык. С твердым намерением заплатил хочу бабок. Но его хватило на три занятия. Ровно на три занятия. Потому что некоторые вещи для них непостижимы. Они любят говорить что голландский язык очень сложный. С первого урока ты только приходишь в школу тебе говорят что голландский язык сложный. Но при этом они в легкую пасуют перед изучением русского языка. Мой супруг понимает некоторые слова в потоке речи. Может что-нибудь простое сказать сыну. Но за всем все. Я так думаю что он больше не сподобится продолжать изучение русского языка. Вот так что пожалуй это все о культурных различиях которые можно вспомнить. Я не скажу чтобы они сильно влияли на брак. они скорее бытовые немножечко социальных но что касается взаимоотношений эта европейская модель она в принципе мне близка поэтому у меня не было никаких мучений с принятием также отсутствия традиции что например дети скидываются на бабушек и дедушек здесь такого нету это здесь по желанию если бабушке и дедушке очень хочется тогда они конечно будут очень много времени проводить с внуками но такого как у нас что скидываются дети моментально возраста это тоже в принципе не особо не особо парила ладно все остальное это скорее зависит от того сходитесь или не сходитесь вы характерами то что изначально может казаться несовместимостью культур на самом деле может быть 90% случаев просто расхождение в характере зависит от типа личности тоже от воспитания которое никоим образом не зависит от культуры просто у каждой семьи свой уклад вот и все спасибо юли за этот рассказ ну а мы с вами приступаем дегустировать наши канапы спасибо всем кто смотрел наши видео подписывайтесь на наш канал смотрите все наши видео пишите комментарии мы обязательно вам ответим а с вами была я психолог Эльвира Емельяновичкова системный семейный терапевт сертифицированный гипнолог и моя гостья Мария Кирдеева которая сама замужем за иностранца ее муж француз и она счастлива в браке итак для приготовления бельгийского блюда мы будем использовать бельгийские вафли надо сказать что бельгийцы любят сочетать несочетаемое в нашем понимании поэтому вот так вот порезали на кусочки вафлю примерно такого же размера мы режем ветчину добавляем и создаем вот такие вкусные канапешки также нам понадобится сыр Мазда сыр с большими дырками ой вот так это выглядит и вот таким образом наше канапе готово а я желаю вам всем приятного аппетита рецепты мы вам напишем под нашим видео спасибо за внимание пока если вы посмотрите авто завтра Maar какие İng то вам monde אנחנו Продолжение следует...